по тихой грусти открываем я в прошлых два раза не смотрел мне упала какая-то шляпа сейчас я сейчас буду смотреть и сейчас стопудово стопудово отвечаю что сейчас должен быть страйкер должен быть страйкер должен быть страйкер я верю в него я верю в страйкер друзья вы верите в него а я верю изи изи просто изи изи легчайшая легчайшая просто легчайшая просто легчайшая попить ничего нету но это было легчайшая просто легчайшая просто просто легчайшая все можно больше звезды не бить все вот это легчайшая было вот это легчайшая ах сука как давно я хотел этот страйкер всем привет ребят с вами стар ванька и сегодня записываю новый ролик как вы уже увидели в начале данного видеоролика мне наконец-таки выпал мой страйкер xd именно о нем сегодня я бы хотел бы с вами поговорить хотел бы поговорить вообще о данном челлендже о его можно так сказать завершение потому что полноценно я его уже закончил набил контейнер xd набил вулкан prime который мне абсолютно был не нужен и наконец-таки наконец-таки выбил свой долгожданнейший страйкер и у меня реально есть что вам сказать по данному xd вообще в принципе о xd предметах потому что многие ребята уделяют им большое внимание некоторые вообще не уделяют никакого то есть для них это какой-то определенный скин который но он не дает ничего там не дает никаких плюсов они дают там например больше хп вам танку или больше урона и еще что-то никакого определенного плюса в этих xd нет это просто красивый предмет красивое украшение вашей например пушки или корпуса и больше ничего но для меня данный xd предмет это было что-то больше чем просто предметик какой-то для красоты потому что знаете как и вот появляется что-то новое ты смотришь и думаешь насколько он же круто смотрит насколько круто смотрится что тебе прям вот ту же минуту хочется чтобы он у тебя появился и это было со страйкером xd с самого первого дня с момента его появления и я реально горел желанием чтобы он не упал и неспроста когда появились контейнеры когда я открывал например даже я говорил что я хочу страйкер когда появились контейнеры xd говорил что я хочу страйкер и поначалу ну это дефолт я знал что не будет мне падать сходу xd не будет такого момента что я вот хоп-хоп открыл первый контейнер xd мне сразу упадет он конечно же я не такой победитель по жизни чтобы мне так дропала да и вообще не думал что мне даже сейчас упадет данный нагибаторский xd предмет но все же но все же я был очень доволен когда наконец-таки он мне упал и вы сейчас прямо лицезреете тот момент то что на мне уже он медь в чем же плюс в чем же буст лично для меня я последнее время явно не уделял большое количество времени данные пушки чего-то не хватало возможно таки дальше с еще немного понерпили данный уран и вообще у нас в игре очень много нагибаторских пушек по типу того же гаусс да и примерный средний баланс каждой пушки он одинаковый и я не уделял время время данной пушки я не катался на ней но когда появляется вот что-то такое новое у тебя приходит новый какой-то толчочек то есть новое желание открывается играть на данном вооружении и сейчас с моментом появления данного страйкера xd я вам точно могу сказать что и на стримах и даже в видосах я намного чаще буду использовать данное вооружение да возможно таки это будет корпус тот же там хоречек или еще что-то но то что на страйкере я теперь буду играть значительно больше это я вам точно гарантирую также это работало как и с фризом если вы помните как я горел желанием чтобы мне упал фриз xd на прошлый хэллоуин у меня кстати дропнул и грубо говоря ну спустя год с небольшим мне упало уже следующее xd которые реально я хотел до падали там разные другие к стишки но это совсем не то это совсем не те xd предметы которые мне нужны да и вообще как я уже сказал я не уделяю простым xd шкам какое-то особое внимание для меня там условный молот гром там или еще что-то в этом духе это ну просто пушка там с какой-то xd шкой а вот что касаемо страйкера что касаемо фриза для меня это что-то больше я не знаю с чем это связано но реально это дает какой-то определенный стимул например даже вот так вот просто валяться в минусе и понимать что ты играешь не на каком-то там вооружение ты играешь на страйкере а он еще у тебя и все это реально как по мне лучшая анимация пушки и я сегодня вот хотел вместе вместе с вами поделиться вот такой информации поделитесь такой радостью записать тот самый отрезок с контейнером xd потому что я более чем уверен что многие не видели как мне все это дело упало и я посчитал нужным что все же стоит по этому поводу немножко вам рассказать немножко показать возможно даже его потому что ну реально мало кто уделяет этому внимание сейчас в нашей игре да и при том раскладе то что сейчас xd просто падают каждый месяц у тех ребят которые набивают челлендж и такая уже темочка которая потихоньку уходит в какую-то другую сторону и она уже становится не такой актуальной и поэтому сейчас у меня даже уже в какой-то степени встает вопрос а может не стоит продолжать дальше бить наши челленджи потому что ну а что там дальше выбивать получать какие-то там контейнеры простые да к слову насчет контейнеров я думаю что в ближайшее время тоже выйдет видос по поводу их открытия потому что я до сих пор не открывал свои контейнеры у меня уже больше 50 штук там накопилось с челленджи там плюс еще с каких-то заданок похоже и я думаю что мы откроем их скоро и запишу тоже отдельный видос по этому поводу в надежде может быть что-то там тоже крутое выпадет мне я какое-то время назад подсчитывал сколько мне осталось красочек и в синем и фиолетовом свечений там если не ошибаюсь грубо говоря было 15 сумме и по тихой тоже там у нас уже много чего интересного получается выбивается поэтому может что-нибудь там годненькое нам тоже дропки например там на страйкер комик новый эффект было бы тоже конечно грамотно так что друзья я вам скажу что страйкер да это экстишка который лучше ну наверное сейчас просто не если вы сможете мне ее найти вы можете свою точку зрения тоже по этому поводу написать и что касаемо челленджей может быть и не стоит их бить может быть хватит я хотел и продолжал бить этот челлендж только ради страйкера дальше же возможно буду набивать какое-то определенное количество но не гнаться может быть либо там набивать в последний день там по сути я и так звезды набиваю только на стримах когда я просто какие-то матчмейкинговые катки да и я не сказал бы я сильно что я уделяю там время времени время уделяю внимание прямо этим звездам я просто обычно рандомно катаю как и не уделяя кого-то там сверх жесткого внимания там не потею за эти там шесть звездочек да бывает там хочется их забрать хочется нагнуть просто противник и она сама самой появляет получается так но чтобы я так горел жестко быстро навевать челлендж нет такого уже точно нету а после выбивания данного нагибаторского страйкера так вообще в принципе можно больше уделить наверное внимание уже межклановым чемпионату который уже сейчас потихо и тоже разбирается и возможно стоит поиграть вместе с вами какие-нибудь уже ббп бои больше какие-нибудь цепешки может еще что-нибудь интересное по поводу многобоев поэтому будем думать что делать с нашими интереснейшими челленджами да и вообще напишите свою точку зрения как вы считаете стоит ли мне например продолжать дальше бить челленджи или же стоит например больше катать каких-нибудь интересных бвп боев да и сами напишите вы набиваете звездочки у нас в игре бьете зачем бьете что вы с них фармите потому что ну у каждого свой определенный момент желание возможно такие кто-то хочет например больше контейнеров получить или еще какой-нибудь там нарки формануть хотя по сути не сказать что это жестко так отбивается если набивать челлендж плюс получать там призы да может быть контейнеров сумме получится что-нибудь на неплохое нормальное но все же времени потратить на все это дело тоже надо довольно таки прилично поэтому хотел бы услышать по данному видосу вообще вашу точку зрения чтобы вы прокомментировали написали ну и я думаю что в ближайшее время также будем открывать контейнеры и надеется возможно на что-нибудь интересное может быть какие-нибудь там даже кристаллы в него упадут с красного свечения к слову никогда мне этого дела не падала и может быть может быть может быть 10 синих шариков в виде одного миллиона кристаллов были бы довольно таки неплохие для меня при том что еще скором времени у нас появится новый дрон и уж кристаллы на то время точно понадобится мне и придется явно раскошелиться дабы хотя бы купить новый дрон ну и конечно же его прокачать вот такой вот видеоролик у нас друзья сегодня получился поэтому прожимайте лайки друзья если вам понравился он подписывайтесь на канал проявляйте свою активность также подписывайтесь на группу контакта ссылка на нее есть в описании там вся у нас свежая информация по поводу по поводу каких-нибудь новых интересных моментов которые происходят у меня на канале может быть это что-то будет связано еще и непосредственно с турнирами поэтому подписывайтесь дабы ничего не пропускать ну а с вами был мастер ванька всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока